Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости этой недели и вот чем особенно запомнились уходящие дни. Названа предварительная причина крупного пожара, который случился в ресторане «Золотая пагода». Ситуацию на оперативном совещании прокомментировали спасатели. Самарские полицейские получили из рук губернатора ключи от патрульных автомобилей. Большую часть новых машин приобрели благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помощь малому бизнесу в действии. В южном городе открылся аквацентр для детей до пяти лет. Названа предварительная причина крупного пожара, который случился на прошлой неделе в ресторане «Золотая пагода» и торговом центре на улице Георгия Димитрова в Самаре. На оперативном совещании начальник регионального главка МЧС России Олег Бойко заявил, что причина кроется в аварийном режиме работы электрооборудования, а именно электродвигателя, вытяжки из помещения кухни. Дознаватели выясняют все причины. Напомним, огонь охватил более 1200 квадратных метров здания. На месте событий работали 149 человек, которые использовали 51 единицу техники. Пострадавших не было. Олег Зверев был очевидцем ЧП. Первые кадры пылающего здания появились в интернете практически сразу после возгорания. Очевидцы снимали фото и видео, и уже буквально через полчаса счет просмотров и комментариев пошел на тысячи. Я прошла несколько метров сюда, в эту сторону, услышала хлопок, подняла глаза, и вот здесь вот в этой стороне буквально, вот посередине здания, именно был хлопок, и началось возгорание. Я достала телефон, начала снимать. А вот воспользоваться телефоном по прямому назначению и вызвать пожарных очевидцы сообразили не сразу. Иначе ущерб, нанесенный зданию, был бы намного меньше. По прибытию первых подразделений площадь пожара по кровле составляла 500 метров. Из этого мы делаем вывод, что сообщение на 0-1 поступило очень поздно. Сообщение о том, что горит ресторан «Золотая пагода» поступило на пуль дежурного в 17 часов 18 минут. 25 сотрудников и гостей ресторана успели покинуть помещение. Огонь стремительно распространился по кровле на примыкающие офисные здания, благо в выходной день оно поставало. Из соседних магазинов посетители эвакуировали без паники. Я была в это время в перекрестке, сработало оповещение. Сказали, что покиньте помещение в здании возгорания. Мы вышли, а тут вся крыша горела уже. В итоге обошлось без пострадавших, а общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что здания разной этажности примыкали друг к другу. Предотвратить распространение огня на соседние помещения не удалось. На часах уже 21.40. Это означает, что борьба со стихией длится больше трех часов. Пожару присвоена третья категория сложности. Работают 145 человек личного состава и вся техника самарского гарнизона. Но локализовать возгорание пока не удается. Был развернут пеноподъемник. Организована работа с водоканалом. Воды было обеспечено достаточно. На настоящий момент локализацию ожидаем в течение предстоящего часа. Все причины пожара будут установлены по результатам работы испытательной пожарной лаборатории. А уже через час в 22.41 пожар был полностью ликвидирован. Что послужило причиной ЧП? Роковая случайность или умышленный поджог? Пристоит выяснить следствие. Олег Зверев, Максим Гусев. События. Криминальная драма, которая потрясла жителей Самарской области и прогремела на всю страну. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, угнавшего машину вместе с 4-летним ребенком. В деталях нашумевшей истории разбирался наш корреспондент Анатолий Головко. Эта история берет свое начало здесь, на улице Ульяновской. В 7.50 утра женщина припарковала отечественную легковушку учебного учреждения и повела своего старшего ребенка в школу. В этот момент в салоне машины находился 4-летний мальчик. Подозреваемый воспользовался положением, сел в машину, в которой находились ключи, и умчался в неизвестном направлении. Случай, произошедший в маленьком городке, потряс всех жителей Самарской области. Местные говорят, такие истории происходили разве что в 90-е. По словам местных жителей, подозреваемый все-таки одумался и высадил ребенка здесь, на трассе неподалеку от магазина сантехники. Дальше в дело вмешались продавцы, которые вызвали полицию. У соседа из магазина, который строил материалы, зашел утром, спросил, как вызвать милицию, но спросил, в чем дело. Он сказал, что нашел ребенка. Благодаря бдительности жителей Кенеля ребенок не пострадал. Через несколько часов его вернули матери. На Роск автомашины были ориентированы все патрули полиции. Сотрудники уголовного Роска отработали на причастность к преступлению лиц, ранее судимых за аналогичное преступление. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. Им удалось выйти на след угонщика. Спустя двое суток угнанный автомобиль, наконец, нашли. Подозреваемый бросил отечественную легковушку неподалеку от своего дома в Черновском. 23-летнего ранее несудимого мужчину доставили в отдел полиции. За что вы доставлены? За отражу автомобиля. И? И в машине находился ребенок. И когда поехал, увидел, что ребенок сидит рядом на сиденье, высадил в магазин его. Сказал, чтобы оставался в магазине, куда не пойдет, его заберут. Зачем мужчине понадобился автомобиль и знал ли он, что там находится ребенок, предстоит выяснить следователям. От этого и будет зависеть, какие статьи Уголовного кодекса будут предъявлены задержанному. Анатолий Головко, Константин Головин. События. А вот эти машины помогут в поимке угонщиков. Самарские полицейские получили из рук губернатора ключи от патрульных автомобилей. Большую часть машин приобрели за счет средств федерального бюджета. Какими характеристиками обладает новый транспорт, знает Анатолий Головко. Дмитрий работает инспектором ДПС уже 4 года. Все это время он ездил на отечественной легковушке. Полицейский признается, новый автомобиль более маневренный, обладает высокой скоростью и хорошей проходимостью. В салоне установлена современная система видеонаблюдения. Видео записывается на жесткий диск. В последующем можно просмотреть любое правонарушение нарушителем правил дорожного движения. И уже это будет являться доказательной базой. 45 иномарок приобрели на деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые инициировал президент России Владимир Путин. Еще 20 отечественных машин получили самарские участковые. По словам начальника обл. ГАИ, иномарки могут развивать высокую скорость за считанные секунды. Вот те автомобили, которые мы сегодня будем вручать строевым подразделениям, они, во-первых, да, мало того, что они очень имеют хорошие характеристики, это двигатели 1,8, 180 лошадиных сил, то есть очень хорошие динамические характеристики. Там 100 километров автомобиль развивает скорость за 7 секунд. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил полицейских за ежедневный кропотливый труд и передал ключи от новых машин сотрудникам. Я рассчитываю на то, что наша с вами совместная работа будет способствовать повышению качества жизни людей, их комфорта. Во главе угла, конечно же, лежит всегда безопасность. В конце 2020 года полицейские рассчитывают получить еще одну партию современных иномарок. Автопарк хотят расширить еще на 78 автомобилей. Анатолий Головко, Максим Гусев, События. На снижение количества ДТП, в том числе, будет направлена и работа самарских полицейских в 2020 году. Об этом рассказали на коллегии регионального управления МВД и подвели итоги года ушедшего. Более 42 тысяч преступлений зафиксировано в Самарской области в 2019. Количество некоторых видов правонарушений снизилось, в их числе грабежи, разбои, хулиганства и нанесения тяжкого вреда здоровью. Подробнее в следующем сюжете. Медаль за отличие в охране общественного порядка – государственная награда, которую вручают только по указу президента России. Ее новый обладатель, полицейский Юрий Портнов, такой высокой чести удостоен за профессиональную работу. Начальник следственной части раскрывает преступления более 20 лет. Ушедший год оказался для отделения очень успешным. До суда довели много дел, связанных с финансовыми махинациями. Хочу поблагодарить в первую очередь весь дружный свой коллектив главного следственного управления, следственной части главного следственного управления, оперативный состав, которые на протяжении очень длительного времени оказывали серьезную поддержку в работе по серьезным резонансным уголовным делам. И вот это в первую очередь результат именно нашего всего дружного коллектива. Как и в русских пословиях говорят, один в поле не воин. Награждение лучших сотрудников прошло на заседании коллегии регионального управления МВД. На ней были подведены и итоги работы ведомства в прошлом году. Всего в области зафиксировано более 42 тысяч преступлений. Больше половины из них раскрыты. Снизилось количество преступлений с нанесением тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, краж, поджогов и хулиганства. Уменьшилось количество преступлений на улицах и других общественных местах. Положительной динамики удалось добиться благодаря успешному сотрудничеству полицейских с другими ведомствами и областными властями. Основу управления составляют 8 региональных и 47 муниципальных программ правоохранительной направленности. Их организация способствовала повышению уровня безопасности граждан. На улицах массированных пунктов значительно сократилось число разбоев, пробежей, преступлений, связанных с повышенным упреждением вреда здоровья. Мошенничество и так далее. Успехи региона отмечают и в федеральном министерстве. По совокупности показателей, ведомство Самарской области занимает 12 место из 84 субъектов России. Спасибо за вашу работу. Вы сегодня нужны своей стране, вы нужны нашему народу, потому что на ваших плечах лежит основная ответственность за общественное порядок. Говорили на коллегии и о задачах, которые поставлены перед ведомством на 2020 год. Он объявлен годом памяти и славы. В области планируется большое количество акций и масштабных праздников, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И на каждом из них требуется обеспечение безопасности людей. Соблюдать законность и порядок будут и на муниципальных выборах, и на референдуме, посвященному внесению поправок в Конституцию. Любые задачи нам по плечу. В этом не раз мы могли убедиться как и проведение самых масштабных мероприятий, потому что и мирового уровня, так и проведение важнейших общегосударственных мероприятий. Нет никаких сомнений, что мы справимся с этими задачами. В 2020 году приоритетными направлениями деятельности станут повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в IT-сфере и наркопреступлений, работа по профилактике и снижению количества ДТП на самарских дорогах, а также традиционная работа по защите прав граждан. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Год оценивается как результативный. В Самаре подвели итоги и реализации национальных проектов. Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание совета, на котором обсудили, каких показателей удалось достичь. Главным трендом предстоящего года станет послание президента страны, центральная тема которого – демография. Олег Зверев выслушал мнение. По большинству национальных проектов самарский регион отмечен как лидер на федеральном уровне. Но успехи прошлого года стоит рассматривать как исходные позиции того, что предстоит сделать в 2020-м. Безопасные и качественные автомобильные дороги, культура, формирование комфортной городской среды – вот те направления, где сработали наиболее результативно. Теперь акценты стоит расставить на приоритетах, обозначенных в послании президента страны Владимира Путина. Основные задачи областной кабинет министров обсудил на заседании совета по национальным и приоритетным проектам, которые провел губернатор Дмитрий Азаров. Красной линией выступления президента прошла мысль, что величие страны и достоинство граждан – это та связь общества, государства, которая задает основное направление работы всех органов власти. Величие страны – это и благосостояние граждан и достоинства. Глава региона сделал акцент на беспрецедентных мерах социальной поддержки, которые озвучил президент в своем послании. Они начинают действовать с 1 января. Уже после рождения первого ребенка родители получат материнский капитал, а выплаты после рождения второго увеличены на 150 тысяч рублей. В Самарской области в этом году на эти деньги смогут рассчитывать 20 тысяч семей. Вводятся выплаты на дошкольников из небогатых семей. Губернатор поручил министрам провести ревизию региональных мер социальной поддержки, чтобы скорректировать их с новыми федеральными решениями. Главные вопросы, которые выделяет и граждане страны, и, соответственно, выделяет и президент, это демография и здравоохранение. Собственно, опрос жителей показал, что на территории Самарской области именно эти два надпроекта люди считают для себя лично наиболее важным. С 1 января в Самарской области семьи, в которых рождается первенец, получают подарок новорожденному. Все самые необходимые для младенца на 10 тысяч рублей. Это инициатива главы региона. Сохраняются и все областные выплаты молодым родителям. На финансирование мероприятия региональной составляющей национального проекта «Демография» на 2019-2024 годы запланировано в общем объеме 47,2 миллиарда рублей. С учетом дополнительных мер, обозначенных в послании президента Российской Федерации, объем финансирования будет существенно увеличен. Мы уже прогнозно начинаем заниматься, связываемся с профильным министерством. Почти всех целевых показателей удалось достичь по национальным проектам здравоохранения и образования. С 1 сентября нового года учителя будут получать еще и надбавки за классное руководство. А для учеников младших классов организовано бесплатное горячее питание в школах. Губернатор поручил каждому министерству разработать план реализации посланий президента и мобилизовать все силы на национальных проектах. Причем делать это, опираясь на мнение жителей. Благо, что люди в Самаре активные и их предложений заслуживают внимания. Олег Зверев, Вадим Быстров. События. Выходец из Самары Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты Российской Федерации. Такой приказ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на kremlin.ru и вступил в силу. Антону Котякову 40 лет. Он родился в Куйбышеве. Его карьера началась в Департаменте управления финансовыми администрации Самарской области, где он дослужился до руководителя. С 2007 по 2012 руководил Департаментом исполнения областного бюджета и отчетности этого министерства. Следом возглавил Управление совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства России. На этой позиции пробыл около двух лет. В 2014 году занял пост министра финансов Московской области, а с января по май 2017 работал в должности министра экономики и финансов столичного региона. В мае 2017 года был утвержден заместителем министра финансов России. И в среду же стало известно, что Александр Хинштейн тоже пошел на повышение. Его назначили председателем Комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Государственной Думы, сообщает депутат в своем микроблоге в Твиттере. Ранее должность председателя Комитета занимал Леонид Левин, но он перешел на работу в федеральное правительство. В 63-м регионе усиливают контроль за вывозом мусора. Специальная комиссия проверила контейнерные площадки в Кировском районе Самары. Остались ли довольны инспекторы работы перевозчика ТКО, знает мэрия Илчан. Нагрянула проверка, когда не ждали. Сегодня инспекторы объезжают контейнерные площадки в Кировском районе Самары. Нареканий нет. Рекоператор вывозит мусор в срок. За месяц у комиссии не менее 45 таких выездов по городу. Фиксируется общее состояние площадок. ТКО, если вне контейнеров, опять же переполнение контейнеров, если подъезд контейнерной площадки, если есть нарушения, они фиксируются в акте и передаются перевозчику. В течение суток должен их устранить. Но в последней врефе графики уже все выровнены, сбоев практически не бывает, они крайне-крайне минимизированы. Жители тоже довольны тем, насколько оперативно вывозят мусор. В принципе, регулярно, нормально. Стало лучше, можно это сказать, да, определенно. За прошлый год только в Кировском районе Самары установили 125 новых контейнерных площадок. В 2020-м запланирован ремонт еще 80. Региональный оператор совместно с перевозчиком меняет периодические контейнеры на новые. То есть, вот эта реакция и перевозчика, и самого регионального оператора по отношению к состоянию самих контейнерных площадок и их внешний вид уже меняет общую картину в лице жителей по организации вывоза мусора. Рекооператор не только выстраивает основную работу по вывозу мусора и утилизации отходов, но и внедряет инновационные технологии, позволяющие достичь максимального результата. Одна из них – система ГЛОНАСС. Это спутниковая навигационная система. Диспетчерская служба отслеживает все машины в реальном времени. Региональным оператором совместно с компанией-перевозчиком за прошедший год большая работа была проведена в этом направлении. То есть, теперь каждая машина у нас оборудована над данной навигационной системой, что позволяет отслеживать ее по маршруту следования, позволяет своевременно и очень быстро, в короткий срок понимания вообще был заезд на данный адрес, если поступила жалоба. В прошлом году в Самаре обустроили 125 новых контейнерных площадок и отремонтировали свыше 200 существующих. Рекооператор провел совместную работу с Департаментом городского хозяйства и экологии и администрациями районов. Они составили полный перечень мест для сбора ТКО. В итоге на средства из областного и городского бюджетов было закуплено свыше 2000 евроконтейнеров. Мэри Елчан, Константин Головин, События. Плыть навстречу здоровью. В Южном городе для детей до пяти лет работает аквацентр. Под чутким руководством тренеры малыши могут научиться плавать и укрепить здоровье с помощью водных процедур. Сейчас принимают по 15 малышей в день. Мэри Елчан расскажет подробности. По своей специальности Александра Котельникова детский массажист-медик. Оставшись без работы, девушка не растерялась и решила открыть бассейн. А чтобы заручиться финансовой поддержкой государства, представила на рассмотрении специальной комиссии свой бизнес-план. Проект девушки одобрили и выделили на него 60 тысяч рублей. Этого хватило на покупку каркасного бассейна. После чего Александра арендовала помещение, где уже на свои средства сделала ремонт и закупила необходимое оборудование. Сейчас в день аквацентр посещают по 15 детей в возрасте от месяца до пяти лет. Одно занятие длится полчаса. Его проводят опытные детские инструкторы. Есть большие у нас планы на будущее. Это увеличить приток деток в наш бассейн в обязательном порядке. Потому что сейчас детки, конечно, у нас занимаются, приходят с каждым месяцем все больше и больше. Но хотелось бы, конечно, полную запись открыть. Принять на работу новых инструкторов, обязательно квалифицированных, опытных, чтобы нас не страдало ни в коем случае качество работы. Ну и также получение медицинской лицензии для открытия массажного кабинета. Вот с самого начала немножко плачут, да, плачут. А потом все хорошо, начинают расслабляться, что-то делать интересное. Адаму Бакиеву всего шесть месяцев, и он уже очень любит плавать. Приучают к этому мальчика практически с самого рождения. По словам специалистов, систематические занятия с раннего возраста закаливают ребенка, делают его менее подверженным заболеванием и стимулируют правильное физическое развитие. Мама Марта Бакиева делится. Открытие нового детского аквацентра рядом с домом не может не радовать. Сейчас мы живем в южном городе один. И я увидела, что здесь открылся бассейн. И прямо на радость сразу сюда привела своего самого младшего ребенка. Глава региона и правительства создают условия для развития малого бизнеса в области. На протяжении нескольких лет в 63-м регионе при содействии Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано свыше полутора тысяч коммерческих организаций. Поддержка предпринимательской инициативы – это одно из приоритетных направлений работы службы занятости. Данная работа проводится уже много-много лет. Мы оказываем безработным гражданам целый комплекс услуг. Мы тестируем их на предмет выявления способностей гражданской деятельности. Мы содействуем им в подготовке бизнес-планов. Безработные открывают собственное дело в разных сферах деятельности – услуг, торговли, сельского хозяйства. Общая сумма финансовой поддержки, оказанная органами службы занятости для открытия малого и среднего бизнеса, за последние четыре года составила свыше 80 миллионов рублей. Мэри Илчан Максим Гусев, События. Футбол для всех. В Самаре на базе Поволжского госуниверситета телекоммуникации и информатики состоялось открытие нового спорткомплекса «Звезда». Футболистов от мала до велика ждет не только большое поле, но и крытый футбольный манеж. Подробнее в репортаже Елены Нижегородцевой. Студент четвертого курса Виктор Вишневский увлекается футболом с 8 лет. На поле его привел отец, заслуженный ветеран крыльев советов Владимир Меридонов. На счету у Виктора немало забитых голов. Рекорд 6 за один матч. Тренировкам студент посвящает все свое свободное время. По его мнению, новый футбольный манеж отлично подходит для тренировки спортсменов зимой. Оно намного больше, чем было раньше у нас в обычном спортзале. И здесь есть где разгуляться, есть где пробежать, куда открыться. И это радует. Вроде на улице холодно, зима, да, а здесь тепло. Очень хороший газон. Прям вообще мягко, мячик, стелется. Супер. В Самарской области футбол – самый массовый вид спорта. Им занимаются более 70 тысяч человек. Благодаря проекту «Демография» в прошлом году в области построено более 20 площадок. В этом году запланировано строительство еще 22. Стадион «Звезда» был построен на деньги частного инвестора. Таких площадок в городе пять. Одна из них пока в процессе строительства. Губернатор Самарской области Дмитрий Чазаров особое внимание обращает на развитие государственного частного партнерства. Это не первый объект, который построился в рамках такого взаимодействия. Я рада, что у студентов, жителей района, детей и взрослых людей появилась новая возможность в современном объекте, открытом, закрытом, заниматься систематической физической культурой, спортом. Стадион «Звезда» — это открытое поле 60 на 45 метров и крытый футбольный манеж 20 на 40 метров. Здесь есть все условия для любителей футбола. Удобные раздевалки, душ, инвентарь для игры. Большое поле рассчитано на 270 зрителей, малое — на 50. Название стадиона «Звезда» было выбрано не случайно. Цель проекта — привить у учащихся любовь к спорту и найти новые футбольные таланты. Ведь в первую очередь это было сделано для спортивных школ и вузовских команд города. Мужская команда пути под названием «Университет связи» является победителем многих областных соревнований. Наличие постоянной тренировочной базы, вот именно такой, позволит ей еще улучшить результат. Тренироваться на стадионе при желании могут все любительские команды города. Условия расписания аренды можно найти на сайте footballsamara.ru Елена Ижгородцева, Василий Колдашов, События. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова